Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас видео о Куланс. Почему я его снимаю? Потому что многие задают вопросы, что такое Куланс и почему я так говорю часто. Куланс, мы занимаемся автомобилем в основном до 5 лет, у нас в основном такие машины и такая замечательная штука как Куланс это лояльность клиента к дилеру или лояльность дилера к клиенту. Так как, например, два BMW, у нас по обоим BMW была проблема. У этого была сломана турбина, она не была сломана, она начинала ломаться, она свистела. Я повез ее дилеру, дилер сказал да, свистит, отправили в головной офис BMW все документы. BMW подтвердил, я не заплатил ни цента за ремонт новой турбины. BMW 530, к нам приехала, когда приехал человек, наш сотрудник говорит, что у машины гудит с левой стороны. Скорее всего, либо подшипник, либо шрус. Ну, скорее всего, подшипник был, не скорее всего, а это был подшипник. У автомобиля 75 тысяч пробега и нам починили без одного цента этот автомобиль. Поменяли все, что нужно, автомобиль теперь ездит без всяких проблем. Или я расскажу еще один пример. Volkswagen Passat у меня был с пробегом 178 тысяч. Я привез его к дилеру, у меня загорелась полностью панель приборов, фаербэк не работает, не работают у меня фары, камеры не работали, ассистент мертвых зон. Короче, у меня все выпало лет, фары все полностью, ничего не работало и говорит мне, приедь, пожалуйста, в сервис. Я приезжаю в сервис, отдаю, они проверяют, верхняя камера на Passat, вот она здесь точно такая же стоит, ну, почти такая же. И она стоила 780 евро. Мы ее починили всего за 300, то есть у автомобиля было 178 тысяч пробега. Также у нас было Audi A4 Allroad. Интересный случай у нас подошел, мы приехали покупать автомобиль у дилера, я начал его смотреть и оказалось, что у автомобиля не работала одна фара. Смотрите видео, я снял подробнее. С чего все началось? Началось все вот с этой фарой. Я когда приехал на осмотр, начал осмотривать автомобиль, он был полностью в ине, то есть он был замерзший, стоял, холодно было на улице. И когда дилер сел в машину, начал ее выгонять, я заметил сразу, что у него не горит вот этот диод. Начали мы вести дискуссию, что, почем, короче, дилер нам не скинуло нам ничего. Сказал, у нас машина была редуцирована, как это была скидка на машину около 1000 евро за последние два дня. Поэтому мы сделать ничего не можем. Эти работы можно сделать по гарантии, типа по гарантии, но сейчас чуть попозже расскажу, как мы это все сделали. Купили она стоит 19 900 NETO плюс НДС и плюс те работы, которые мы по ней провели. Когда я приехал на осмотр, у нее горел сервис, нужно было сделать сервис. Сервис нам обошелся в 500 евро. Это полный сервис с заменой всех жидкостей. Какие жидкости? Тормозная, масло и все, в принципе, все фильтры. Вот это все дилер сделал и вот эту фару поменяли бесплатно. То есть поменяли ее платно, но сама фара досталась нам бесплатно. Теперь она работает. То есть вот это не работало. Это стоит новая фара. Мне звонит дилер, где я делаю постоянно ремонт автомобиля. Он говорит, слушай, фару Audi дает, но ремонт не оплачивает. То есть за ремонт нужно будет заплатить. Ремонт, кстати, обошелся в 500, то ли 20, то ли 15 евро, что-то такое. То есть нужно было бы снять бампер, снять все сенсоры, потом установить фару и поставить бампер и аттестировать все сенсоры, то есть чтобы они работали правильно. Тут line assist, то есть вот он тормозится. Эти сенсоры нужно было заново настраивать. Забыл сказать. Сама фара стоит, по-моему, 770 евро. То есть полностью ремонт обошелся бы в 1200-1300 евро, если бы ты покупал эту фару самостоятельно и устанавливал ее у официального дилера. Человек хотел, говорит, в Польше есть такие фары по 200-300 евро. Но опять же, когда мне позвонил дилер, говорит, слушай, мы можем тебе поменять фару, но нужно будет за работу заплатить 500 евро. Получилось чуть больше 500 евро, но уже ладно. И я считаю, что, мое личное мнение, лучше новая фара от Audi, оригинальная, чем какая-то с Польши, рабочая-нерабочая, нужно устанавливать, опять снимать бампер, делать все самостоятельно. А тут все сделали, ты сейчас приедешь, тебя с вокзала заберут, машина готова, сел и поехал. Нам эта машина обошлась, я считаю, немного дороже, чем должна была быть. То есть, когда ты приехал на осмотр, у него раз фара не работает, у него раз еще сервис нужно делать, и ехать, ехать в дорогу, когда у тебя нужно сделать сервис замену масла, то я бы, наверное, рекомендовал всем сделать, когда ты едешь 2-2,5 тысячи километров домой, а то приедешь, можешь еще и без мотора остаться. Поэтому мы поехали, отдали в сервис, сделали новый сервис, поставили фару, мы докупили еще ему зимнюю резину, Мишлен, вот на 17, по-моему, да, 17 диски, 225, 55 на 17. Сейчас проблема с зимней резиной, вот тут на летней стоит, сейчас реальная проблема с зимней резиной, потому что когда лето, зимняя резина никому не нужна, это зимняя резина в вам. Как только приходит зима, у тебя проблема с дилерами. Они не дают, во-первых, зимнюю резину, вот, а во-вторых, ты найти ее крайне, крайне сложно. Ты звонишь участникам, которые выставляют объявления какие-то, и звонишь туда, договариваешься, было так, что люди приезжали и резины уже не было, ее продавали, ну то есть много всяких историй у нас было с этой зимней резиной, то есть зимняя резина зимой, это проблема. Что у нас по машине? Она у нас практически в полной комплектации, Audi A4 Allroad 190 лошадей, пробег у нас 0,9476. Багажник чистый, внутри чистый, то есть машина, в принципе, чистая. Салон не вопрос, салон окей. Тут все, в принципе, в достойном состоянии. Слайн ассист, ассистент торможения, короче, ну все есть, все, что нужно. Кстати, вот еще фишка, представляете? Я забираю машину, еду, и у меня не работает печка. Думаю, что такое, не может быть. Предохранитель сгорел, представляете? Короче, я говорю, машинное приключение, предохранитель сгорел, печка не работала. Ну то есть она работала, все дуло, но не было тепло. Вот, и я приехал, отдал сервис, говорю, делайте. Это все дело сделали бесплатно, нашли причину. И печка сейчас работает, слава богу, капец. Так вот, что такое куланс? Например, этот BMW всегда обслуживался у официального дилера. Не важно, сколько у него хозяев было, может даже пять. Но каждый из хозяев ввез автомобиль к официальному дилеру, давал ему ключи, сделайте мне, пожалуйста, ТО, когда говорит автомобиль. И это всегда делали, без всяких заговорок, обговорок или чего-то еще. Пригнали, сделали, забрал машину, поехал. Так же и этот автомобиль. Дали ключи, сделайте, пожалуйста, ТО. Сделали ТО, уехал. И тогда BMW говорит, Volkswagen говорит, или Audi говорит, что, друзья, да, мы делаем, без всяких проблем. Потому что машина была у нас всегда на ТО, и вы всегда ее обслуживали как положено. Если с ней что-то случилось, даже при пробеге, как говорит Volkswagen, 178 тысяч, мы это все перенимаем. Хотя у Audi была проблемка, нам пришлось заплатить немного денег. Так вот, если автомобиль обслуживался, если ваш автомобиль, который вы покупаете, обслуживался всегда у официального дилера, это огромный плюс. Поэтому подумайте, когда вы будете обслуживать автомобиль не у официального дилера. Я ни в коем случае не призываю обслуживать автомобиль у официального дилера, это дороже, чем обычный сервис. Если мы в обычном сервисе можем поменять масло за 120 евро, то у официального дилера вам обойдется в 200-250. Да, это дороже, но если мы смотрим на долгосрок, то это выгоднее. Если вдруг потом у него что-то сломается, как, например, турбина здесь, это бы стоило около 3000 евро. 2700 турбина, по-моему, плюс еще, ну, короче, немало. Так вот, у нас сейчас еще одна машина есть с пробегом 140 тысяч, которая уже стоит у официального дилера. Это BMW 320, точно такая же. А у них, у 20-х дизелей часто бывают проблемы с турбиной. Вы видите, наверное, из этих, из наших видео, то, что мы постоянно с ними увозимся с этими турбинами. 420-я была, я сам ставил, причем у нее было 110 тысяч пробега, но они не взяли. Видать, что-то им не понравилось, кто-то по истории что-то не то сделал. Мне пришлось самостоятельно ставить. Вот, сейчас посмотрим с пробегом 140 тысяч, что скажет нам BMW. Я жду сегодня от них звонка, мы машину вчера привезли и, надеюсь, нам ее починят. Ну, нет, так нет, придется делать самостоятельно. Либо что-то придумать. Либо продавать ее по заниженной цене и говорить людям, что турбина действительно сломана. И, может быть, ее где-то в Украине или в Литве или в Польше где-то починят подешевле, чем в Германии. Ну, и в дополнение к этому видео я знаю, что у нас взрослая аудитория, адекватная аудитория, и многие не умеют пользоваться YouTube. Вы можете у себя на странице или в телефоне на YouTube зайти к нам и поставить там колокольчик. Да, зайдите, нажмите на колокольчик. Когда выходит новое видео, вы будете получать уведомления у Дениса Рем. Компании Дестакар вышло новое видео. И вы можете его просмотреть. Большое спасибо, что вы с нами. Я с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok